Здравствуйте, сэр Элтон. Я высоко ценил ваш вклад в мировую музыкальную культуру и борьбу за право человека. Он говорит, что он считает все, что вы инвестируете в музыкальную культуру и для человеческие права в мире. Я ему очень рад, что он меня зовут и что я говорю с ним. Это огромное привилегие, чтобы поговорить с одним из самых влияния людей в мире. Это невероятно. Мне сообщили, что вы хотели бы обсудить некоторые важные проблемы российской действительности. Он сказал, что вы хотели бы поговорить с ним о всем важных проблемах в жизни русской жизни. Это невероятно. Я музыкант, филантропический человек и гуманитарий. Я не политик, но я бы хотела бы сидеть с президентом и поговорить с другом, потому что я думаю, что мы можем решить много вопросов вместе. Сэр Элтон заявляет, что он не политик, а гуманист и готов сесть с вами лицом к лицу, чтобы обсудить многие важные проблемы и решить их. Но в то же время совсем недавно вы были с визитом на Украине, общались с господином Порошенко и это была политическая встреча. Сэр Элтон заявляет, что это не было политическим событием. Он приезжал на Украину для того, чтобы поговорить о гей-сообществе на Украине, а также о том, что на Украине слабая экономика и геев нужно привлекать для ее развития. А также о базовых правах геев. Я искренне отношусь к вашим словам, но господин Порошенко использовал данную встречу именно в политических целях. Сэр Элтон заявляет, что он не понимает, что он не понимает, но он думает, что Борошенко использовал данную встречу, как политическую встречу. Сэр Элтон заявляет, что он не понимает. Сэр Элтон извиняется за то, что вы восприняли это как политическое событие, поскольку оно совершенно не имело никакого отношения к политике. Более того, сэр Элтон очень любит Россию с 1979 года, когда он впервые там оказался. А также он заявляет, что то, что произошло с Порошенко, это лишь его проблема, и он не хочет с этим никак быть связан. Хорошо. Я вас понял. И тогда, на ваш взгляд, какие основные проблемы у ЛГБТ-сообщества в России, и какие вы видите пути решения данных проблем? Он понимает, что это не политическое событие, и он просто хочет спросить вас, что вы думаете, что это самые важные проблемы в жизни ЛГБТ-сообществе в России? Какие самые важные проблемы мы имеем? Что мы можем сделать, чтобы решить это? Ну, я думаю, что это – это – я думаю, что Ils не все чувствуют себя. Но это – но это – но это – это – это – что я не хочу говорить об этом телефоне, и это – это – что я могу подумать, что с ним. Сэр Элтон видит основными проблемами для геев насилие и отсутствие безопасности, но он хотел бы с вами встретиться и чтобы эта встреча произошла лицом к лицу, потому что так гораздо удобнее обсуждать эти проблемы. Давайте выберем наилучший день для нашей встречи, и тогда мы можем решить многие проблемы и мечты станут реальностью. Это хорошая идея. К сожалению, у меня очень жесткий график, но я постараюсь найти для нашей встречи время где-то в середине ноября, и у нас появится возможность обсудить все важные вопросы. Это хорошая идея, и это лучший момент, чтобы встретиться и поговорить face-to-face в новом году. В новом году, потому что это очень тяжелый период сейчас. Конечно. 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 И мы собираемся найти лучший момент в новом году. Это может быть, возможно, в центре новом года. Пожалуйста, мне скажу, что я не пришлюсь к тому, что я не пришлюсь к тому, что я пришлюсь к тому, что я пришлюсь к тому, что он на один-то-но уровне, потому что мой любовь к России, и потому что я просто хочу, чтобы человеческий вопрос, чтобы сделать лучше. И я очень благодарен, пожалуйста, повторяйте, что он нашел время, чтобы звонить мне, когда его сроки так невероятно busy. И мои интересы для него и для России только хороши. Я люблю Россию, это было часть моей жизни с 1979, и я просто хочу сделать ситуацию лучше, если я могу. Сэр Элтон заявляет, что он хочет приехать в Россию не для того, чтобы создать какие-то проблемы, а для того, чтобы помочь и обсудить проблемы насущные. Потому что Россия для него связана только с самым хорошим, и он очень любит Россию с 1979 года. И поэтому он хочет решить некоторые гуманитарные проблемы, если у него, конечно, это получится. Я точно могу сказать, что наша встреча будет организована в середине ноября. Сэр Элтон заявляет, что это было бы фантастически, и это будет грандиозная встреча, и она будет проведена только для того, чтобы сделать мир лучше. Сэр Элтон шутит, что Обама на второй линии. Я бы хотел узнать ваше мнение по поводу гей-парада в ноябре. Вот эта встреча как раз, она могла бы быть хорошим поводом для проведения гей-парада, и могли бы вы принять участие в этом мероприятии? И что вы думаете по поводу разгона гей-парада в Одессе нацистами? М. Путин говорит о том, что вы думаете, что это хорошая причина для гей-парада в ноябре в России? М. Путин говорит о том, что вы думаете, что вы думаете, что вы думаете о гей-парадах в Украине? Сэр Элтон заявил, что разгон гей-парада на Украине был ужасен, а также он заявил, что если вы пригласите его на гей-парад в Москву, то он обязательно примет там участие. Ну, отлично. Тогда ноябре самое лучшее время, чтобы нам встретиться и обсудить все важные проблемы лицом к лицу. М. Путин говорит о том, что это лучший момент, чтобы встретиться в ноябре, так что мы можем поговорить о том, что мы можем поговорить о том. Хорошо. Ну, спасибо большое, Дмитрий. Это будет прекрасно. Да. Спасибо за вашу время. Да, спасибо. Сэр Элтон благодарит вас за то, что вы уделили ему время, за то, что вы нашли время в своем сложном графике, и он говорит, что этот звонок сделал его день. Спасибо большое. И также президент сказал, что это хорошо, чтобы распространить это в медиа или нет? Да, он говорит, что он говорил мне, конечно, и что мы хотим встретиться и поговорить в будущем, хорошо? Да, конечно. И вы тоже можете сделать это. Хорошо, я сделаю это. Это очень замечательный момент в моей жизни. Спасибо. Хорошо, спасибо. Спасибо. Сэр Элтон говорит, спасибо большое. Это был замечательный момент в его жизни. Have a nice day. Goodbye. Goodbye.